В Беляевке киллер убил экс-депутата областного совета Николая Томанюка. Наемник действовал профессионально. Жертву поджидал заранее, стрелял с дистанции. А убегая еще и забросал охранников гранатами. Задержать нападавшего не удалось. Мотивы убийства достоверно неизвестны, но скорее всего связаны с бизнесом погибшего. Сначала семь выстрелов, затем взрыв. Николая Томанюка убили около трех дня в городе Беляевка. Мужчина выходил к озеру из своего особняка. Киллер поджидал в засаде на другом берегу. Стрелял через окно рыбацкого домика. Потерпевший получил огнестрельные ранения в область правого предплечья, грудной клетки и поясничного отдела. Злоумышленник поселился в гостиничном комплексе где-то 14 марта и выбрал именно тот домик, который находился вблизи домовладения потерпевшего. Ловить стрелка бросились охранники-бизнесмены. Их у погибшего было аж восемь. Но киллер бросил в преследователей две гранаты. Первая взорвалась, вторая так и осталась лежать на дороге. Нападавший, пользуясь паникой, сбежал на сером фольксвадене. Бывший однопартийца Таманюка рассказывает, в облсовете он входил в земельную комиссию. Экс-депутат также был активным бизнесменом. Его компания занимается международными перевозками. Кроме того, погибший владел базой отдыха на берегу Днестра, с которой в него и стрелял киллер. Был очень активным, очень влиятельным, скажем так, депутатом. Он очень успешный бизнесмен. Ну, я понимаю, что многие его знают по транспортным перевозкам. У него фирма «Ламан Групп». Занимался еще земельными отношениями. Николаю Таманюку было 49 лет. У него остались жена и три дочери. Наемника застрелившего бизнесмена сейчас разыскивает полиция. Правоохранители не исключают, что у киллера был сообщник. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.